Финансовая устойчивость Байганинского района это важный показатель его экономического развития и способности решать ключевые задачи социально-экономического роста. Самый большой объем средств бюджета направляется на развитие социальной сферы. В то же время важным направлением является финансирование инфраструктурных проектов, таких как строительство и ремонт дорог, модернизация систем водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. По итогам 9 месяцев 2024 года социально-экономические показатели района были следующими. Индекс промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и достиг 95%. Объем валовой продукции в сфере сельского хозяйства составил почти 15 миллиардов тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 26 миллиардов тенге или свыше 52% к аналогичному периоду прошлого года. В районе имеется 1630 активных субъектов, занимающихся малым и средним бизнесом. Оборот розничной торговли составил 1 миллиард 300 миллионов тенге. В этом году создано более тысячи новых рабочих мест. Всего в Байганинском районе 23 населенных пункта, 15 из которых обеспечены комплексными блок-модулями очистки воды. А 4 села полностью обеспечены пизьевой водой. В этом году на возведение объектов водоснабжения по населенным пунктам Дияр, Жанатан и Хопа выделены средства из областного и республиканского бюджетов. Ведутся строительно-монтажные работы. Планируется, что после запуска системы водоснабжения живительной влагой будет обеспечено 91% населения района. Из 23 населенных пунктов на сегодняшний день газом обеспечены 7 сел. Основным проектом этого года является проведение голубого топлива в село Кураши. Подрядчик ТОА «Казпромстройгрупп» подрядчик обещал управиться за 6 месяцев и завершить работы к концу текущего года. Что касается строительства автомобильных дорог, то 125 километров автомобильной дороги республиканского значения АКТОБ от РАУ проходит по территории района. Имеется 392 километра автомобильных дорог местного значения. В настоящее время доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 59%. В 2024 году в целях улучшения этого показателя из бюджета выделено 5 миллиардов 200 миллионов тенге по 7 объектам. Всего запланировано проведение среднего ремонта 110 километров дорог местного значения. В соответствии с выполнением плана доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии вырастет до 87%. В районе функционируют 22 школы, в которых обучаются 4818 учащихся. Имеется 17 дошкольных образовательных организаций. Из них 5 частных детских садов. Также работу ведут Центр творчества и музыкальная школа имени Тажибаева. К слову, охват детским дошкольным образованием достиг 98%, что значительно улучшает условия для развития и обучения детей в раннем возрасте. А в рамках программы «Комфортная школа» ведется модернизация учебных заведений, обновляется материально-техническая база, внедряются новые образовательные технологии. Но не так красочно дела обстоят в области здравоохранения. При общей численности населения в 2645 человек в районе работает всего 46 врачей и 177 медицинских работников. Да, в районе имеется нехватка медицинских работников. В частности, не хватает детских хирургов, анестезиологов, реаниматологов, акушер-гинекологов, а также терапевтов. Чтобы решить проблему, мы подписали договор с компанией «Казахойл» и с их поддержкой три выпускника направлены обучаться в медицинский университет в областном центре. После окончания учебы они по контракту приедут работать к нам в район на пять лет. Обучение полностью оплачивается компанией «Казахойл». Думаем, это хорошая практика. И уже сейчас мы готовим еще двоих школьников на поступление в медуниверситет. Меры были необходимы, так как в срочном порядке надо было решать вопрос с нехваткой кадров. Ко всему прочему, имеющиеся врачи по возрасту совсем скоро выйдут на пенсию. В целом, Байганинский район активно развивается, уделяется особое внимание социальному развитию. Реализуются программы, направленные на улучшение жизни населения, повышение качества образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. В будущем власти района планируют продолжить развитие социальной инфраструктуры, повышать уровень жизни и создавать более благоприятные условия для работы сельчан. Динара Абдуалиева, Армандус Магомбетов, телеканал Ак-Тубе.